всем добрый вечер мы приветствуем всех из нашей столицы в дешковицы закарпатья украина мы даем очередной урок на нас нашей очередной встречи и наша заявленная тема сегодня дорогие дамы и господа наши слушатели это вот рошходыш и дни траура у нас сегодня сейчас 5 апреля или 1 ава у нас заканчивается выходит рошходыш а я хотел немножко рассказать про рошходыш для начала и я уже говорил я упоминал что рошходыш это уникальный праздник который есть только у евреев и дни ног больше в мире нет ни у кого мы знаем что у многих почти у всех есть новый год до евреев роша шана есть даже целые интернетные сайты где можно посмотреть сегодняшнюю дату и сказать сегодня вот сегодня новый год у такой-то религии у такой-то нации вот такой-то культуры да и почти каждый день почти каждый день у кого-то у кого-то есть роша шана у кого-то есть новый год и то же самое есть праздники любви есть праздники весны есть праздники урожая из праздники сбора рожая какие еще праздники мы знаем такие что у всех бы были новый год мы сказали праздники свободы есть у многих да у нас в евреев это песок и так далее 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 и только рошходыш начать новый месяц праздник нового места есть только у евреев, только по Торе. Никто не додумался ни сам сделать, ни скопировать у евреев. Интересно. Но еще более интересно будет нашим слушательницам здесь, в аудитории, в Дишковице и вообще узнать, что Рош-Ходыш это в первую очередь женский праздник. И я вам сегодня... И сначала я покажу первоисточник, откуда это учится, один из первоисточников, а потом я расскажу, как принято и какая халаха относительно Рош-Ходыша. Итак, мы с вами, дамы и господа, находимся в пророках, в книге царей, вторая книга царей, глава 8. И было, однажды проходил Илеша по стране Израиля и заходил в Шунему. В Шунему название места, а там одна женщина знатная стал настойчиво говорить его, что есть у нее, и стало каждый раз, когда он проходил мимо, заворачивал так, чтобы поесть. И сказал на своему мужу, вот смотри, убедилась я, что это человек Божий, Рош-Ходыша. Святой он, постоянно заходит он к нам, в наш поселок, в Закарпатье, условно говоря, это где-то на севере, судя по тексту Танаха. Давай, говорит она мужу, построим, прошу тебя, небольшую комнатку наверху с каменной стеной и поставь для него там кровать и стол, и стул, светильник, и будет, когда он придет к нам, то зайдет туда. Значит, есть здесь несколько очень важных моментов в этой истории. Во-первых, во-первых, откуда эта женщина знала, что Илеша человек Божий? Это мы знаем, что он сменил Илья у знаменитого. Илья выбрал его лично. Это начало Второй книги царей. Хорошо, но это мы знаем, а люди не знали. И мудрецы говорят, что в то время Илеша был еще не очень известен как пророк. Как говорится, он был известен очень широко в очень узких кругах. То есть, его несколько человек знало. Если так, как же эта женщина определила, что Илеша человек Божий? Ответ, она увидела что-то, на что другие не обращали внимания, она обратила внимание. Знаете, что она увидела? Что вы говорите, Марта? Как? Нет. Человек носит под низом, она не может увидеть, это нижняя одежда. Не расходят. До расхода, что мы дойдем. Она увидела, что он у нее ел, пророк. И она увидела, что над ним никогда нет муха. Знаете, въезд на спирке, вот по учениях отцов, история, что десять чудес было в храме. И одно из них было, что над храмовой горой никогда не было мух. Хотя там, по логике вещей, наоборот, должно было быть много мух. Там разделали кучу жертв, кучу жертвоприношений, там была куча мяса, была кровь, было много-много чего. и по логике вещей страна Израиля, святая земля, страна жарко, мухи есть, а уж тем более в месте, где есть мясо и условно говоря нет холодильника. Так вот, по учению отцов нам сообщает, что там никто никогда даже одной мухи не видел. Это было чудо, то есть это была святость. То есть мухи, мы знаем, прилетают на нечистое, а там их не было. То есть храмовая гора, место шхины божественного присутствия, сам храм, это место, где была святость, и она каким-то образом нам непонятным, противоречащим нашим знаниям о мире, она отталкивала муху. Так вот, эта женщина, значит, великая женщина из Шунема, мы не знаем ее имени, кстати, она увидела то же самое. Над головой прока или ши не было мух, а над остальными были. Понятно, да? То есть она сравнивала людей. У нее было острое зрение и острое духовное зрение. У нее была интуиция. То есть она видела, что вокруг есть мухи, мухи, а над местом, где Ильиша кушает, мух нет. Так она заключила, что это человек святой, и его святость отталкивает всю нечистоту. И поэтому, значит, он человек Божий, и ему нужно помочь. что же ему нужно помочь? Это то, что она говорит. Значит, сделать ему комнатку для отдыха, кровать, стол, стол, стул и светильник. Здесь традиция, говорит, это Медраж, что это то, что нужно для приема гостей. То есть каждому гостю нужно какое-то место свое, пусть и небольшое. Она говорит, наверху, небольшое место. Стол, стул, кровать и светильник. Ну, понятно нам, да? Значит, кровать, чтобы спать, стул и стол зачем? Стул и ствол и светильник, чтобы учиться, чтобы учиться, и стол заодно, чтобы кушать. Поэтому это вот минимум того, что нужно любому гостю. На иврите в скобках все потребности гостя означают мешкан, храм, божественное присутствие. То есть можно вот разобрать по букам мешкан, мем, это менура, светильник, шин, это шульхан, стол, на иврите, ламет, шульхан, ламет, это у нас что? Ламет, каф, это кисе, стул, значит, в общем, я немножко забыл из-за трудностей дороги, но поверьте мне, я найду это место, это известный мидраж, расшифровывается, что вот, нужно каждому гостю дать, значит, отдельное место, кровать, стул, стол и лампу. Да, никто не сказал там телевизор, никто не сказал там, не знаю, что там, кормить человека ресторанной едой, но, значит, свое место, чтобы человек отдохнул и мог учиться. Хорошо. И вот, так она делает, и было однажды, пришел он туда, в этот поселок, и он, есть место, где он у него отдыхает, и поднялся в комнатку, и прилег там отдохнуть. И сказал Гейхази от руководства, у него был слуга, ну, отрок это понятие растяжима, у этого от руководства там четыре или шесть детей есть, это видно из другой, авторы, это его слуга, помощник. Позови эту шинамитянку, и он позвал ее, и она стала перед ним, опять так не знаем, как ее зовут. И он, и сказал он ему, своему слуге, скажи, пожалуйста, ей, то есть не напрямую зовет ее, а через своего слугу. Вот ты так поспешила проявить у нас заботу, не только о нем, но и о слуге, чтобы сделать, что нужно сделать для тебя? Я могу помочь, я, может быть, начинающий пророк, но, как говорит пословительный витий, когда есть связи, не нужна протекция. У меня есть связи, и протекция не нужна, я могу договориться с кем надо, да, может переговорить о тебе с царем, о как, пророк знает царя, и царь знает его, или с главнокомандующим, не повредит жизни связи, да, но она сказала, среди своего народа я живу, у меня своих связей достаточно, у меня все хорошо, но она и сказала Лиша пророку своему, что же для нее сделать? Как-то отблагодарить ему, спасибо сказать, и ответил Гехази, пророку Лиша, но правда, сына нет у нее, а муж ее стар. Ну, вроде как выходит, что нет сына из-за старого мужа, она, видимо, если муж ее стар, она, видимо, моложе, может быть, намного моложе, и сына у нее нет, она бездетна. И сказала Лиша, позови ее, и позвал тот ее, слуга, и стала она при входе, да, то есть женщины и мужчины не входят друг к другу, и сказала Лиша, в это же время, ровно через год, ты будешь обнимать сына. Откуда это предложение? Это ангелы обещают Аврааму и Саре. Второе. Это цитата, один в один. Теперь, он не говорит через 9 месяцев, он говорит ровно через год, да, то есть пройдет какое-то время, ты заберемеешь, родишь сына. Но сказала она, нет, господин мой, человек Божий, не разочарова рабыню твою. То есть видно, у нее был опыт с попыткой забереметь, родить, и что-то там не вышло. И это для нее большая трагедия, беда. То есть она не очень верит, в это. У нее уже был опыт, он плохой. И забеременела та женщина и родила сына к тому самому сроку, ровно через год, как говорил Елиша. То есть, что здесь происходит? Пророк приказывает, и Всевышний выполняет. Это редчайшая вещь. Да, обычно мы говорим, Всевышний нам приказывает, и мы выполняем. Но есть иногда отдельные моменты, когда это работает наоборот. Поэтому мы знаем истории, когда великие люди в Израиле, раввины, мудрецы, которые почти пророки, они говорят и Бог осуществляет. И это то, что говорит по учению отцов, если ты имеешь какую-то просьбу туда, отмени свое желание перед его желанием, и тогда он отмени свое желание перед твоим. То есть все работает аналогично. Итак, пророк приказывает, и действительно с небес выполняют его просьбу или приказы, она рожает сына. И подрос этот мальчик, и был однажды, вышел он к отцу своему в поле к женицам. Его отец там, сельскохозяйственный магнат, имеет колхозы, еще колхозы, ферму, тракторы, и то, и все. Он богатый человек. И сказал друг отцу своему, ой, голова, голова моя, болит голова. И сказал тот отроку слуге своему, отец, отнеси его к матери. И слуга поднял его, принес его к матери, и сидел ребенок на коленях ее до полудня, и умер. Занесла она его наверх, и положила на кровать человека Божия, ровно в ту комнату, в ту его кровать, и заперла его, там и вышла. И позвал нас до мужа, и сказала ему, пришли, пожалуйста, одного из своих слуг, и одного из слиц, я сбегаю к человеку Божию и возвращусь. И спросил он, ее муж, почему ты идешь к нему сегодня? Ведь сегодня не новомесяч, а не суббота. Все понятно? Новомесяч, расходишь в новый месяц. То есть ее муж привык, сейчас мы научим эту историю до конца, ее муж привык, что его жена уходит к пророку в новомесяч. Ну, возникает вопрос, а что он делал, когда жены дома нет, некому еду приготовить и так далее. Что ему было делать? Ответ, сам себе еду приготовить. Отсюда учится, что женщины не работают или часть, или весь расходишь из этого места. И я помню, когда мы были, как в анекдоте, молодые и красивые, то наступал новый месяц, и мы сами готовили еду. Ну, по-мужски там. Помидор, огурец, консервы, так, по-простому, по-солдатски. Серьезно, мы не умели готовить в то время. Может, и сейчас не умеем. Вот, смысл всего, он в том, что в расходишь женщины не работают, свою обычную работу. Есть мнение, что только вечер расходишь, есть мнение, весь расходишь, или полдня, или не делают самую тяжелую работу. Какая самая тяжелая работа? Сегодня это не так тяжело. Сегодня это легко постирать. Раньше постирать нужно было, пойти на реку физически, и выжимать, и нести обратно. В общем, очень-очень тяжелая вещь была. Сегодня, слава Богу, имеем воду дома, трубы, стиральные машины, электричество, если имеем. И такое бывает. И сегодня стирать легко, но так было почти всегда ровно наоборот. В общем, еврейский закон учит, что именно вот в расходишь это праздник женщин, когда они могут уйти, иметь какие-то свои отдельные вещи, и уж, по крайней мере, мужчины как-то сами позаботятся о себе о еде. Взрослые мальчики раз в месяц могут сами себя как-то, да, как-то обслужить. Итак, вернемся к этой истории дальше. Но она сказала ему шалом. Все благополучно. То есть она не хотела вдаваться с ней дискуссией, почему она уходит сегодня, что их сын умер. Она ему даже не сообщила. И оседлала на ослицу, сказала с Вгеслому, погоняй и иди, не задерживая моей езды, пока не скажу тебе. И двинулась она в путь и прибыла к тому человеку Божию в горе Кармель. Гара Кармель это у нас где? В Израиле, в Хайфе. Я там. Живу, жил в моем городе и там на въезде в город есть гора Кармель и есть даже по традиции пещера, где сидел порок Ильяу. Собственно, за этой пещерой город Хайфе основали немецкие христиане. Но это другая история в 19 веке. И было, когда увидел его человек Божий издалека, то сказал Дихазис своему слуге, вон та шина Митянка, сейчас же беги навстречу и спроси ее, все ли было облучено у тебя, облучено ли твоего мужа, все с ребенком. Порок не знает. И она ответила, все благополучно, все хорошо. Не хотела снова вдаваться в детали. И пришла она к человеку Божию на гору и охватила ноги его, упала в ноги. И подскочил Гехази оттолкнуть ее. Это был его отдельный грех, мне сейчас не про это речь. Но сказал человек Божий, оставь ее, потому что на душе ее горько, а Бог скверт меня не сообщил мне, что умер ее этот сын. И сказала она, шинамитянка, просила ли я сына моего господина, не говори, не вводи меня в заблуждение. Это, видимо, не первый раз, когда ее ребенок умирает. Так это слышится. Это еще большая трагедия. И сказал Элишаге и охази, пророк своему слуге, апояш поясницу свою и возьми посох мой, посох мой, как посох Моисея, посох Иеремии, есть посох пророка Элиши. Это отдельная тема посох пророка, но не сейчас. И иди, и когда встретишь кого-либо, не приветствуй, будь, кто-то приветствует и отвечай, ему, молчи, а когда и положишь мой посох на лицо от рука, мертвого, но сказала мать того ребенка, крянусь, как жив Господь и как живая душа твоя, и что оставлю я тебя. Она требует, чтобы пророк пришел и не знаю, что сделал, может, оживил ребенка. И встал Элиша и пошел за ней. То есть мы видим, что эта женщина шумитянка в горе, она требует невероятных вещей и пророк ее слушается. Ведь смотрите, а что было? Пророк потребовал от Бога невероятных вещей и Бог послушал, правильно? То есть здесь работает принцип мера за меру. Так же, как пророк потребовал невероятных вещей против всех сил природы и законов, так и она. Она диктует пророку, что делать? Бог послушал пророка, пророк слушает шумитянку. Встал Элиша и пошел за ней, а Гехази пришел впереди них и положил посох на лицо мальчика, но нет ни звука, ни внимания. И обернулся он обратно к проку Лише, сказал ему, не пробудился мальчик. И пришел Элиша в дом, там, где он спал, и видит, вот, отрок мертвый положен на кровать его. Кровать его! Писание подчеркивает не просто он где-то лежит, она кровать его, да, то есть заповедь приема гостей, да, она действительно ничего не просила, он сам захотел ей помочь. Кровать его, то есть он в каком-то плане эту ситуацию сотворил, пророк ему и разрулить ее. Это то, что нам говорит Писание. И вошел Элиша, закрыл дверь за ним вдвоем с мальчиком, мертвый мальчик и пророк. И стал молиться Богу и поднялся на кровать и лег на ребенка, проложил свой рот крутую его к глазам, ладонями к его ладоням, распластался на нем и потеплело плоть ребенка. И стал Элиша и прошелся по комнате туда-сюда, туда-сюда, шаг-туда-шаг-сюда, и опять поднялся на кровать, распластался на нем и зачихал мальчик и чихнул семь раз и открыл глаза. Оживил ребенка, больше, не меньше. И позвал Эша к Ехази, слугу своему, и сказал, вот позови тушеную медианку, позвал ее к Ехази и пришла она к нему и сказала Эша, возьми с моего ребенка. И пришла она и пала к его ногам и простила снится на земле, взяла своего сына и вышла. Такая история. Зачем нам писание, книга царей описывает эту историю, как вы думаете? традиция говорит несколько ответов. Первое. Знаете, кто этот мальчик был? Этот мальчик был пророк Иоанна. Есть опять-таки разные версии, кем был этот мальчик. Это одна из них. Есть и другие мнения, а в любом случае есть. По мнению всех версий, это был один из последующих пророков. Вопрос только какой. То есть, мальчик был не просто так. Во-вторых, писание показывает нам, что возможно воскрешение из мертвых. То есть, намек из одного мальчика на всех остальных людей. Но что здесь еще его тело существует? Когда уже тело не существует, есть только кости, говорит Прокихе Эскель, да? Это у нас 37 глава. Это будет позже. Вот. Хорошо. И еще версии, почему нам эта история дана и описана. Это вот то, что мы сказали. Отмени свою волю перед его волей, он отменит свое желание перед твоим желанием. Да? То есть, по каким-то причинам дети у этой шумитянки умирали. Мы не знаем, по каким. В итоге, Бог отменяет эту цепочку, и ее сын выживает и даже становится великим пророком. И, возможно, это пророк Йона, по мнению многих мудрецов. И, опять-таки, мы видим, да, что заслугу, загости, приемства, она удостоилась нарушения всех законов природы получить себе сына живого. не просто сына, который родился и умер, а сына живого. Таким образом, мы видим, что вот эта вот женщина-шумитянка, мы по-прежнему знаем, как ее зовут. И это не случайно. Значит, она обладала очень острым духовным зрением, она уважала людей, которые знают и учат Тору, она помогает этим людям добровольно, ее никто не обязывает. И она получает огромное чудо, которое тоже она была, вроде как, не обязана получить. Она подчаёт сына, и еще сына вытаскивают из рук смерти. И все это, опять-таки, вот заслуга угостеприимства. Но в скобках, в скобках, в скобках, мы увидели, что она также соблюдала очень строго законы субботы и Рошходыш. Особенность подчеркивается Рошходыш, что она ходила к пророку на Рошходыш. Видимо, жертвы приносила. Особо образом его отмечала. Поэтому, опять-таки, вот Рошходыш, к этому самому пророку. Видимо, да. Видимо, да. Она, видимо, ходила к многим разным пророкам. Судя по всему, она училась у пророка Илиши. И, соответственно, она имеет связь с его человеком, который его внаследовал духовно. То есть, она в то время был не один пророк. Это не то, что всегда есть один пророк. Мы находим, что было много пророков одновременно в то время. Это мы сегодня уже две тысячи лет не имеем пророчества, даже больше. В их время было много пророков одновременно. Некогда большинство из них до нас не дошли. Они пророчествовали только то, что было нужно на ту эпоху. Но она вот ходила, уважала пророка, уважала Тору, уважала людей Тора и законы, даже которые непонятны. Рошходыш абсолютно непонятный закон. Новый год можно понять, ну раз в году, как Новый год проведешь, так и расходыш. Что в нем логичного? Ничего. Это абсолютно иррациональный класс Торы. Это не праздник сбора урожая, это не сукот, это не праздник весны, не праздник любви. Ничего нельзя к нему дурак говорит, вот тебе Рошходыш, праздник. Она праздник. Даже Йом-Кипур мы можем понять. А тут в Йом-Кипур нам с небес прощают грехи, что Рошходыш нам прощают? Непонятно, не написано. Поэтому она, мы видим, эта женщина, Шнумитянка расправляет всерьез даже самое сложное, непонятное заповеди. Митцвот Турезетту доставится великих чудес сына, который выживает вопреки своей первоначальной судьбе в кавычках и который становится великим пророком на века. Это вот про заповедь Рошходыш и как важно ее соблюдать. Вторая у нас тема, которую мы договорились, что я расскажу, это про траурные дни. Сейчас у нас начинаются девять траурных дней, которые закончатся 9-й мава. Под конец мы поговорим, как нам это дело все отмечать и отмечать ли вообще. Мои немецкие постоянно спрашивают, зачем нам это нужно? Мы что евреи? Да, Миша. Пожалуйста. Что такое гость? Что такое? Что такое гость? А, что вопрос, который наш брат Миша задает, что такое гость? На простом уровне опять-таки гости, как мы их понимаем. Гости материальные субъекты. Вон Авраам принимал гостей, он думал, что они арабы какие-то непонятные, которые там поклонники, он их принимал, он их не выгонял. Совсем может быть гостью, почему нет? Гость это человек, который не находится в этой семье, в этой семье, в этом доме. гость это человек, который не человек этого места. Сосед может быть более коротким гостем, может быть гость длинный, как пророк, который приходит, ему нужно переночевать. Но гость это любой человек, который не отсюда, он здесь не живет, он не с этой местности, он не с этого города, он не с этой синагоги. может быть и сосед, может быть и сосед, почему нет? Может быть и сосед. Гость это человек, который не хозяин, гость и хозяин это наоборот. Мы видим, что гостю нужно и духовной потребности удовлетворить, и физически. сосед он не гость? Ну я посмотрю. Но опять-таки мы видим, что хозяин и не хозяин эти право оставления. На соседа? На соседа расточительства? Ну я говорю то, что кажется я сохраню. Окей, я проверю. Нужно почитать. Нужно почитать. Хорошо. Так вот относительно относительно траура да значит самый главный значит у нас признак на хорошо какие у нас признаки радости? как мы радуемся? Кушаем, пьем, пьем что-то веселящее спиртное, кошерное спиртное, кошерное вино, музыка, радуемся творить, чему-то узнать. то есть все наоборот это травм. Встречал родного где-то долго и он не приезжал где-то встречал радость. Когда кого-то давно не видели, а когда кто-то сосед надоел, мы ему не радуемся. мы так каждый день видим. Так вот, важно понимать, что основное значение поста, вот, это Рамбам пишет, основное значение поста, это не горе и не травма. То есть не нужно искусственно плакать и делать себе больно. Знаете, есть мусульман, люди, которые делают искусственно больно. Есть шииты, значит, они бьют себя такими вот острыми мечами, чтобы человеку было больно, себе. Даже детям, чтобы детям было больно, надрезают лоб, чтобы кровь потекла, чтобы ребенку было больно. То есть это искусственный траур. Добрый вечер. Так вот у нас такого делать не нужно. Не нужно искусственно ребенку делать больно, не нужно себе делать больно. Дело поста это не горе и не траур, а прежде всего пробудить наши сердца к раскаянию, чуве. Напомнить нам наши поступки, поступки наших отцов и наши собственно дела и обратиться к добру. как сказано в Торе, тогда признаются они в виновности своей и виновности отцов их. Другими словами, когда мы не кушаем и не пьем, у нас, не знаю, как у вас, у меня куча свободного времени образуется. Не нужно идти покупать еду, готовить ее, мыть посуду. куча времени образуется. И вот в это время нужно призадуматься. В этом идея поста. Поэтому форма не есть, не пить это выйти за пределы будней ности. Мы каждый день кушаем и слава Богу. Мы каждый день кушаем и пьем, в субботу хорошо кушаем и пьем. А вот в пост нужно призадуматься немножко. И поэтому мы не кушаем и не пьем. Итак, главное содержание поста это раскаяние, размышления. Решение сердца. Человек на себя принимает в пост что-то делать. Само заводержание от еды и питья есть только подготовка к раскаянию. Тот, кто не ест и не пьет, но проводит пост как обычно, допустим, работает как обычно, человек может на определенный момент работать, камьем водить и не кушать, не пить. Тяжело, но может с трудом. Включил кондиционер и едет везде, как-то продерживается. Делает упор на второстепенное и не обещает внимания на главное. Но и раскаются они постя с недостаточной, так как пост предписан нам пророками в израильном поддержании многих поколений. И здесь самое главное. Действительно мы говорим, что они соблюдают вот всю Тору, все, что написано в Торе. и вроде как этот пост, посты 17-го, 9-го, они вроде как в Торе не стоят. Это верно. Тем не менее, посты нам предписали пророки. И наша задача соблюдать то, что нам передали пророки. Мы же соблюдаем Тору, который Моисепи дал нам пророк наш. И поэтому мы соблюдаем посты, хотя нам не нравится. Кому нравится они сниппи? Никому, но тем не менее. На самом деле, в году 365 дней, сколько у нас постов в году всего? Шесть. Это немного. Вон мусульман целый месяц. Только по ночам кушают. Это много. Потом толстеет. Потому что вечером кушаешь и много за весь день, только толстеет. Нехорошая идея по вечерам много кушать. Тем не менее, в Торе есть только один пост Йом-Кипу за грехи. Остальные пять это наша история. И поэтому тот, кто не помнит истории того, что было, он не понимает, как вести себя. Мы видим, что наш мир очень сложная штука. И мы, кто мог подумать, что сегодня будет то, что будет. Мы не могли представить то, что будет. Поэтому нужно изучать хорошо то, что было, делать выводы. И один из выводов, когда великие люди что-то говорят, делать, даже если не понимаешь. И поэтому вот эта шинамитянка, она ходит, соблюдает рошходыш, хотя может быть не до конца любит или понимает. Может и проще мужу там салат сделать, чем куда-то ехать далеко из дома. Она, тем не менее, едет далеко из дома отмечать рошходыш. Поэтому, опять-таки, тот, кто по-настоящему хочет выполнить волю Творца, он также участвует и в постах. Но так как есть разные посты, есть длинные, короткие, то человек может сказать, окей, тут у меня нет здоровья, тут у меня нет сил. Есть разные варианты, женщины, больные, беременные, пожилые, все возможно. Когда человек хочет освободить себя по разным причинам, от кого-то поста, иудаизм, как правило, идет навстречу, как это ни странно звучит. То есть, еще раз, не нужно себя держать в посте, чтобы добредить своему здоровью. Но сам факт, что человек помнит, какое сейчас время, это важно. И чтобы правильно вести себя в нашем сложном мире, нужно делать то, что там говорили пророки. Нужно помнить то, что было. А мы говорим, что история в мире повторяется. И в этом основной урок истории. Для этого история учат, что она повторяется. К сожалению, мы всегда делаем выводы правильные. Поэтому, опять-таки, сейчас девять дней месяца в эти дни написано не строят новых домов веселья. Человек строит новый дом. Это радость. Он хочет переехать в новый дом. Откладывают, девять дней подождут. Не исключают новых сделок. Не покупают новых машин и грузовиков. Открывают новых фирм. Подождут чуть-чуть. Наступит время, и все это можно будет делать. Поэтому, когда мы отменяем какие-то свои желания перед волей Творца, Он делает нам и отменяет свои желания перед нашим желанием. Я знал одного человека, он очень-очень хотел себе купить туфли красивые. и он забыл, что есть девять дней и нашел то, что искал и купил в девять дней. И когда он узнал, он очень расстроился. Он звонил и говорит, ты не можешь сейчас их одевать. Пройдет девять дней месяца, потом оденешь. И так и было. То есть, человек сдержал себя, он отложил радость. Настоящая история про настоящего человека. И в этом вот основная идея, что мы иногда себя сдерживаем перед Богом и Бог себя сдерживает перед нашим лицом, когда мы что-то просим. Друзья друг другу уступают. У меня все на сегодня. Вопросы? Еврейка она. Место это Шунем. Шунем это название ее там села. Это у них столица. У нас Дешкавица, у них Шунем. Нормально. Бывает. Это не национальность. Она наша национальность. Национальность не под собственным именем. Мы все равно ее помним. Это глава. Это восьмая глава второй книги царей. Мы читаем ее на вторую раз в году. Мы это читаем в синагогах на весь мир. Тысячелетия уже. Поэтому можно войти в историю, будучи скромным человеком, не выставлять себя на показ. На простом уровне это опять-таки псалом, который человек на расшешен. но Бог может вносить суд в каждый день, как мы понимаем. Специфически у четверга есть такие вот характеристики, что может какой-то... Именно суд. Решение, как это суд заплатиться, может быть позже. Что этот день, он строгий день. Нужно себя по-строгому вести. Это день суда. Медата-дин. Поэтому есть традиция, когда наши предки жили бедно, но не только, поститься по четвергам. Да. Понедельник, четверг. Это одна из сторон этого дела, что это строгий день. Это день, как бы Йом-Кипур. Маленький Йом-Кипур, да. Поэтому есть понятие Йом-Кипур-катан маленький Йом-Кипур. Не опасно, а нужно понимать, что Йом-Кипур не раз в году, может быть, и в любой заданный четверг. есть суда, есть прием. Тогда, когда Йом-Кипур, там может быть прием. После. А здесь просто суда. Суда может хорошо сделать, плохо, на следу вичем хорошо, на следу то, это только тогда может быть прием. мы видим его в своей жизни, когда он получается. День вершин двух суток. А суткил, а решение может быть готовое. Да. Именно так. Хорошо, тогда мы закончим нашу трансляцию. суткил,